Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Я уже не раз рассказывал в своих публикациях, что с позиции ноосферного мировоззрения, убежденным сторонником которого я являюсь, блокада информации – это главный признак фашизма. Равно, как я не раз уже подчеркивал, что путинский режим уже монополизировал все крупные средства массовой информации в России, и единственное, что ему сейчас мешает установить блокаду информации, так это то, что он проспал интернет. В такой ситуации закономерно ожидать, что режим попробует взять под контроль РУНИТ. И вот такие попытки последовали. Я решил остановиться на информации телеканала ДОЩ. Напоминаю, это в СМИ у нас официально признано юридическим лицом, исполняющим функции иностранного агента. В ролике канала, название лучше зачитаю, «Противостояние России и интернета, выплатит ли Гугл России многомиллионный штраф» детально рассказано о таких попытках и дано экспертное мнение. Ситуация такая. Московский мировой суд на днях обязал компанию Гугл заплатить 7,2 миллиарда рублей штрафа. А затем, как говорится вдогон, еще обязал заплатить 1,9 миллиарда рублей штрафа компанию МЕТА. Это новое название компании Фейсбук. Это штрафы за неудаление нежелательной информации. В целом, Гугл у нас наказывали уже 21 раз. Но теперь понятно, масштаб наказания совершенно другой. Речь идет о так называемых оборотных штрафах. То есть они могут достигать 10% всей выручки в России данных IT-гигантов. Возникает закономерный вопрос, что дальше? Его канал задал Михаилу Климареву, директору некоммерческой организации Общества защиты интернета. Тот отметил, что данные штрафы только часть деятельности российских властей, направленные на то, чтобы попытаться влиять на IT-гигантов. Первое и главное, что здесь предпринято, это закон, который обязывает IT-гигантов иметь представительство в России. И этот закон начинает работать с 1 января. Михаил Климарев назвал его «Закон о заложниках». И пояснил без обиняков, что смысл в этих представительствах только один. Чтобы работников этих самых представительств можно было в России посадить в тюрьму. И использовать это для того, чтобы шантажировать компании IT-гиганты. Он также отметил, что нового в этом законе ничего нет. Аналогично закон есть также в Турции. Но ни одна из интернет-корпораций пока не выполнила требования турецких властей. Никого в Турцию они пока не прислали. И он думает, что и в Россию не пришлют. Поскольку ему очень трудно представить, как это можно. Послать человека в Россию, будучи уверенным, что есть 80% вероятность, что он сядет у нас в тюрьму. Поэтому он полагает, что 2022 год будет годом, как он выразился, кибернетической войны между государством и большой корпорацией. Хотя здесь, наверное, правильнее было бы сказать и между большими корпорациями. Ну и понятно, здесь сразу возникает вопрос. Отключат ли власти в связи с этим Google, YouTube, Facebook или, ну и так далее. Или меры будут мягче. Например, вроде замедления Twitter. Он полагает, что вначале нужно ждать показательных замедлений и блокировок. Но дело в том, что у Google тоже есть способы воздействия на Россию. Например, он может отключить Android. Он в его собственности. А это означает, ни больше, ни меньше, что 80% мобильных телефонов у населения России перестанут работать. Кроме того, прекратят работать многие телевизионные приставки и кассовые аппараты. Они у нас в России тоже завязаны на Android. Вот как он об этом сказал. У Google тоже есть способы воздействия на Россию. Ну, например, они отключат Android. Google принадлежит не только YouTube, а еще и андроид. И технически они могут это сделать. По крайней мере, отключить всех пользователей от обновления этой операционной системы. И отключить от возможности устанавливать приложение в Google Play. И это приведет к довольно плачевным ситуациям. В том смысле, что там перестанут работать мобильные телефоны у 80% населения России. Включая тех, кто эти законы принимает. Включая тех, кто эти законы принимает, да. И включая тех, кстати, это же не только мобильные телефоны, Android. Это еще и всякие интернет-вещей. Это приставки телевизионные и, например, кассовые аппараты. Многие кассовые аппараты тоже работают на операционной системе Android. Вот. И они перестанут работать. Ну и понятно, это невероятно усилит протестное настроение в народе. И без того достаточно высокие. Ясно также, что предпринимая такие, мягко говоря, опрометчивые шаги, руководство России заявляет, что оно, дескать, руководствуется благородными намерениями. А именно, что борется с детской порнографией, суицидами, пропагандой наркотиков и так далее. Но факты говорят о другом. Главное, материалы, которые Путин и компания требуют от таких гигантов удалить, это материалы поддержки Алексея Навального. И думаю, на этом нужно остановиться особо. Сегодня, на мой взгляд, именно это главное. Вот как ведущая сказала об этом. Я хотела еще с вами обсудить материал русской службы BBC. Может быть, вы уже видели, он сегодня был опубликован. О том, какие материалы на самом деле требует российское государство у интернет-гигантов удалять. Постоянно, официально нам Роскомнадзор и другие уполномоченные лица рассказывают, что там речь идет о детской порнографии, наркотиках, суицидах и прочих. Но на самом деле, вот русская служба BBC и журналист Андрей Захаров, который внесен в реестр СМИ иноагентов, подсчитали, что в основном это материалы, которые касаются акций в поддержку Алексея Навального. Это подавляющее большинство в случае всех социальных сетей, когда российское государство требовало у международных интернет-компаний удалить те или иные материалы. Ну и понятно, ведущая спросила у Михаила Климарева, что он думает об этом. Вернее, что он думает о том, пойдут ли IT-гиганты на то, чтобы удовлетворить требования властей, которые заведомо посягают на свободу слова. Он ответил, что у IT-гигантов есть человеческое лицо. И именно поэтому указанные материалы и не удаляют, несмотря на штрафы. Но нельзя также забывать, что эти компании созданы вообще-то для того, чтобы заработать деньги. А поэтому нельзя исключить, что эти компании просто уйдут с российского рынка. Ведущая добавила, что кроме того, доля российского рынка, прибыль этих компаний, аж 0,6%. Что здесь можно сказать? Я уже не раз говорил, что политик, независимо от номенклатуры, у нас возник только благодаря интернету. И если на номенклатуре удастся взять Ронет под контроль, то из информационной повестки очень быстро исчезнет не только Алексей Навальный со своими товарищами, но и Николай Бондаренко, Николай Платошкин, Валерий Рашкин и многие другие. Вернее, даже не так. Не многие другие, а все другие. Абсолютно все. Все очень быстро станет, как в Советском Союзе. На экраны и страницы СМИ будут попадать только те, кого там хочет видеть номенклатуры. А не те, кто говорит правду. В этом и суть блокады информации. Она является единственным эффективным оружием против правды. Именно поэтому с позиции ноосферного мировоззрения она и является главным признаком фашизма. Но ясно также, что номенклатуре крайне трудно будет взять Ронет под контроль. Как я уже и сегодня говорил, и не раз до того она его кругом проспала. Вся эта благородная борьба великого Путина с IT-гигантами обречена не получить даже маленькой толики поддержки со стороны народа нашей страны. Зато поддержка интернета со стороны народа весьма и весьма вероятна. И все нарастающая поддержка, самое главное. Обмануть народ утверждением, что Путин борется с IT-гигантами в интересах опять же народа, уже не получится. Момент тоже упущен. Я же начинаю на наших каналах цикл публикации о том, как будет развиваться данная кибернетическая война. И по всему этот цикл обещает быть очень интересным. Что можно сделать, чтобы помочь народу, а не режиму выиграть эту кибернетическую войну? Но применительно к нашим каналам ответ очевиден. Пока только одно, как можно шире делиться этими моими публикациями в социальных сетях и на других ресурсах. Чем больше людей будут узнавать правду, тем меньше вероятность того, что их опять удастся обмануть и установить информационную блокаду якобы в их же интересах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok